Хороший мой знакомый, правда, давно не виделись, очень рад встретиться с ним вот здесь. Это журналист Роман Цымбалюк. Роман, привет, добрый день. Здравствуйте, уважаемый Патвей Юрьевич. Я напомню, дорогие друзья, что Роман Цымбалюк долгое время жил в Москве и был корреспондентом украинских СМИ, украинских информационных агентств. Он был в Униане, вокруг него было много всякого-всякого, потому что, конечно, российской власти не очень нравилось, что он там пишет про Россию. В общем, короче говоря, теперь он в Украине на своем месте. Ну что ж, не скучаешь за Москвой? Вы знаете, я свой лимит и так перепери там, поэтому я даже на Абрамсе не поеду. Пусть Бабченко едет. Сзади будешь идти. Ну, знаете как, я же военнообязанный. Тут у нас в случае мобилизации призыва не спрашивают, но если бы спросят, то я скажу, что я остался бы там, где украино-российская государственная граница. Я думаю, что нам дальше не надо. Слушай, а вот еще перед тем, как мы займемся оперативной такой информацией, безусловно, ты, как и я в свое время, когда работал на Эхе, мы с тобой обросли какими-то друзьями, знакомыми. Ты с ними поддерживаешь контакт? Вот что они говорят о том, что происходит? Ну, на самом-то деле, там масса народа, они с такими же взглядами, как и мы. Несмотря на то, что у них российские паспорта. Обычно это украинскую аудиторию шокирует, но это факт. То есть надо смотреть не по паспорту судить, а по действиям и словам, если речь идет о журналистах. Поэтому все разъехались, и с многими, кто за границей, мы поддерживаем теплые отношения. Ну и я еще раз к этим людям относился с уважением, когда они работали на Эхе, и сейчас отношусь точно так же. Вот хочу напомнить всем, прекрасный журналист Максим Курников, который последний задавал перед войной вот этот вот вопрос, «Так нападете вы или не нападете?» И тогда они меня тоже приглашали и к Путину, и, соответственно, к прокурору одновременно. Я отказался от двух этих мероприятий. Но он спрашивал про войну. Очень был классный вопрос. И тогда, вот, внимание, Путин на прямой вопрос, дадите ли вы приказ стрелять, он же не сказал «нет». То есть почти честный человек. Но Макс, как мне кажется, свою работу как журналист выполнил. А сейчас где? Ну, где-то в Европе. Я знаю, где-то. Нет, он в Германии, он работает на Бильде, как мы знаем с тобой, и делает прекрасные эфиры, в которых и я участвую, и коллеги, и надеюсь, ты не обойден. Ну что ж, давай с тобой пойдем по новостной сетке, будешь комментировать. Значит, начнем с первой новости, ну такая, как Маргарита Симонян. Помнишь, после моста она написала «Ответочка», ну так теперь можно сказать, что заложный ей сказал «Ответочка». Значит, этой ночью в оккупированном Крыму прогремели взрывы на складах оккупантов. Местные каналы сообщают о трех прилетах по складу на Старокрымском полигоне. Детонация была слышна следующие несколько часов, в связи с этим в некоторых населенных пунктах полуострова объявлена эвакуация. Две тысячи человек временно вывезут из четырех населенных пунктов, об этом написал Гауляйтер Аксенов. Давай посмотрим видео. На машинах, да, видно, блядь, ракеты, блядь, или, блядь, ну что-то горящееся с неба падает. На войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание. Причины возгорания будут установлены следственными органами. На сегодняшний день в минуту принято решение о проведении эвакуации четырех населенных пунктов в районе 2200 человек, населенные пункты Кировского района, в том числе приостановленное движение по трассе Таврида. Между прочим, приостановленное движение по трассе Таврида, по которой приказано Путиным ехать тем, кто хочет в Крым, и тем, кто хочет из Крыма в связи с ситуацией на мосту. Но не будем забывать, что и Владимир Владимирович устроил такую сегодня ночью отчаянную бомбардировку Одессы. Много чего сбили, но кое-что попало. И я так понимаю, ну это связано и с зерновой историей, и с историей с мостом. В общем, битва продолжается. Битва продолжается. И тут у меня к тебе вопрос, который я многим задаю, моим гостям. Вот если мы понимаем, для чего воюют украинцы, ну это ясно, то я не понимаю цели русских. Ну вот что они сейчас хотят? Закрепиться и вечно стоять на этих позициях, как ты считаешь? Отличный вопрос. Во-первых, если говорить о гоблине, тут важно отметить вот эта фраза эвакуация в Крыму, она приятна. То, что сейчас происходит, мы атакуем их объекты, а не нас. Логика их прямая, как дверь. Они просто хотят нас всех здесь убить. Уничтожить, истребить, провести политику геноцида, чтобы здесь был русский мир. А остатки, кто выживет, переплавить, встроить в российское фашистское государство и отправить, соответственно, воевать за российские интересы, ну, будь то Китай, будь то Сирия, будь то Европа или что-то еще. Понимаешь, Роман, вроде ты и прав, но это была такая стратегическая цель. А сейчас у них на наступление нет сил, они окапываются, мобилизация, как ты знаешь, такой фирменной, как полагается, не идет. Оружие, ну, перекопали Крым окопами и так далее. То есть как-то переходят к такой глухой обороне. Ну и вот сколько? Сколько? Что дальше? Матвей Юрьевич, вы же спросили, чего они хотят. Вот они хотят того, что я сказал. А война, конечно, она многое корректирует. Они и Киев хотели за три дня захватить, много чего они хотели. И желания у них, в принципе, не изменились. И сейчас даже вот после вот этой второй болезни Крымского моста, там какие заявления, что Черноморское побережье, это все наше, дойдем до Измаила, дойдем туда, до Лондона, Лиссабона. Какие-то путешественники, а не пропагандисты. Может быть, это, знаете, такая игра, куда не пускают российского пропагандиста, то он хочет и разбомбить. А так как его никуда не пускают, он хочет разбомбить весь мир. Война покажет. Дело в том, что у них действительно нет нигде преимущества такого, которое может кардинально изменить расклады на земле. Но и у нас тоже этого преимущества принципиального тоже нет. Поэтому я думаю, что надо вести нам и наступательные операции, исходя из того, что самое ценное – это жизнь украинского солдата. Ни Брэдли, ни Леопарды, а именно солдат или воин в самом широком смысле определит ход этой войны. И искать пути, чтобы их подвинуть с украинской территории. И это военно-технические решения. Идем дальше. Под Луганском, я, правда, его не знал, и слава Богу, под Луганском ликвидировали легендарного комбрига любимчика Скобеевой Дениса Иванова. Так его зовут, с позывным почему-то Ташкент. Ну, Ташкент. Сначала об этом сообщили пропагандистские телеграм-каналы, позже подтвердили на федеральных СМИ. Давай посмотрим с тобой. Поплачем. На нескольких участках фронта наши бойцы сейчас ведут активные боевые действия наступательного характера. Офицеры всегда рядом с бойцами. К сожалению, без потерь не обходятся. Погиб комбриг Ташкент. Легендарный комбриг Ташкент. Имя и фамилию его сейчас называть нельзя. Они пока еще засекречены. Но на Луганщине многие знают, что именно с его именем связаны освобождение рубежного, северодонецка и многих других населенных пунктов. Он никогда не давал интервью. Нет его слов на камеру. Мы работали больше года вместе, но он всегда хотел, чтобы говорили его солдаты. Командир с большой буквы. Командир, который всегда был впереди. Командир, который мог дать совет в любой момент. Хороший, наверное, дядька, но что он в Украине делал, непонятно. Тут вопрос и к участникам этого сюжета в полном объеме. Вот этот вот парень с слегка загоревшими глазами. Ну, сразу видно, что он из Донецка. Вот местный парень. Поэтому, знаете, тут же самое... То есть раньше можно было сказать, а что же он такой засекреченный? Что ты? Ты родину защищаешь? Этот Денис Иванов. Этот Денис Иванов. Что он такой засекреченный? Да, ты родину защищаешь или ты кусок, извините, нечисто? Ты просто российский оккупант обыкновенный. Так вот, наверное, дело в этом. И с большой вероятностью вот этот вот ореол славы, секретности связано это с тем, что этот человек или ему подобные присутствовали на украинской земле, в частности, в Луганске с 2014 года. У нас же, как это, 8 лет бомбили бомбас. Мы в рамках гражданской войны, в кавычках. А теперь все то же самое, только в рамках украино-российской. А ничего же не изменилось вообще-то? Ничего не изменилось. Они просто название поменяли, и надо сказать, что начали называть вещи своими именами. То есть российское вторжение есть российское вторжение. Интересная история пришла, которая, ну, так сказать, подтверждает, что Путин все-таки, как его кто-то назвал из замечательных остроумцев, сцикливый Путин. Вот он, сцикливый Гитлер. Гитлер, Гитлер. Значит, почему я вспомнил об этом? Потому что интересная новость, связанная с БРИКС, дорогие друзья. Вы помните, это должно быть в Южноафриканской республике. Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференции. Это будет полноценное участие, вы понимаете, полноценное. Ну, действительно, если человек по видеоконференции, он речь произносит, отвечает на вопросы, тут вопросов нет. Это сказал Песков. Но, напомню, ранее в ЮАР заявили, что Путин не приедет на саммит БРИКС, а также президент ЮАР Ромофоса заявил, что Россия пригрозила Южноафриканской республике войной в случае ареста Путина по ордеру Международного уголовного суда на саммите. Правда, позже Песков опроверг эту информацию, но он может опровергать все, что угодно. Тут я еще добавлю некоторую информацию для вас, уважаемые зрители, что они просили Путина не приезжать. Дядьки из Южноафриканской республики предлагали Лаврова. Но Путин категорически отказался. Вот все, он не трус. Оказалось, что все-таки я не могу его назвать трусом, он заботится о своей жизни, он не хочет сидеть в гаге, но он испугался, он понял, что это может сработать. И вот мы сейчас с вами, дорогие друзья, свидетели этого испуга, настоящего испуга, потому что он понял, что, ну вернее как, продемонстрировал нам, что это серьезно. Вот такая вот история. Так что, Саечка, за испуг, что скажешь? Матвей Юрьевич, я думаю, что его нужно правильно называть не сцикливый Гитлер, а сцикливый маньяк. Потому что вот, а можно и добавить и Гитлера через запятую тоже современности. На самом-то деле, ну да, испугался, но я думаю, что ЮАР поступили очень неправильно, им нужно было заманить его, арестовать. И как следствие, они потом бы получили бы от нового российского правительства даже скидку, я не знаю, на какие-то там российские товары. Потому что Манничелла, он же, как это, когда ты включишь российский телевизор, они только рассказывают, как они нас убивают. Но на войне, вообще-то, как товарищ Ташкент показал, только что умирают с двух сторон. И, соответственно, ну, все сейчас идет в такую фазу, что пока жив этот человек или нелюдь, до того момента точно будет продолжаться война. Потому что вот его вот эти заявления, такие очень странные, абстрактные, то есть видно, что он ничем не интересуется, кроме войны. Его только Украина беспокоит. Вот он все время повторяет, что вот вы воюете, это хорошо. Это здорово, что... Это здорово умереть за родину. Главный же посыл такой. Он говорит, передавайте погибшим привет. Ну, то есть вот видно, что у него вообще полная темнота в глазах. И, конечно, могли, конечно, его в ЮАР арестовать, и всем бы стало легче. Но что ж... Первый раз он показал, что он уже не выездной. В один прекрасный день... Один из моих друзей, значит, написал очень смешной пост. Он поблагодарил Владимира Владимировича Путина за то, что тот предотвратил очередную войну. Потому что он говорит, Владимир Владимирович, вы так мудро поступили, вот идет уже одна война, понимаете, там еще другая, вот это вот, может быть, ядерная война будет. И тут еще открыть фронт с Южноафриканской республикой, это, конечно, будет too much. Вот. Он, правда, там задает вопросы, а как самолеты туда будут долетать наши военные, как мы туда вторгнемся? Ну, в общем, короче, ну, видишь, в очередной раз Путин продемонстрировал, что он миротворец. У нас очень интересный обзор сейчас будет. Посмотри, значит, россиян спросили, как изменилась их жизнь за время так называемой СВО. Я в предчувствии, я этого опроса не видел. Давай с тобой насладимся. Больше полутора лет идет специальная военная операция. Как ваша жизнь за это время изменилась? Нормально, спокойно. Спокойно? Вчерашние... Слышал, я там живу. Ну, а сами как ощущаете это эмоционально там? Вы, ваши знакомые, родственники? Ну, я-то один за них молчу. Я-то нормально. В среднем диапазоне. Не прыгаю, не падаю. Ну, живется хорошо. Конечно, эти взрывы, бахи, оно немножко напрягает. Но по большому счету, лично я, я не зацикливаюсь на этом, занимаюсь культурной массовой работой. Мне как-то некогда даже, так сказать, вникать в это и сильно переживать на этот счет для себя. На меня это никак не влияет. Да? На мой эмоциональный фон тоже это никак не влияет. А ну, учите, как, что надо делать? Работа над собой исключительно. Вообще, наш губернатор, конечно, это что-то. Наверное, нам это оттуда его дали. Да. Вот. И, конечно, спасибо большое нашему ПВО, которое не дает Белгороду разрушиться так, как Шебекина. Да вообще никак не изменилось. Ну, жалко, что война идет. Поэтому я не собираюсь отсюда уезжать в любом случае. А если сильно опасно будет? Тоже нет. Меня родители спрашивают. Вот, если опасно, ты с нами поедешь? Я говорю, нет, я здесь останусь. А в этом они с самого начала даже думали. Они постоянно об этом думают. Но я говорю, что нет смысла убегать, уезжать, потому что в любом месте нас это может настигнуть. Поэтому бежать бессмысленно. Ну, в общем, между тем, честные ответы на такой поставленный вопрос. Он же не требовал от них, как вы относитесь к украинцам и так далее. Он спрашивает, изменилась ваша жизнь или нет? Они говорят, собственно, в основном нет. Ну, то есть жизнь изменилась, но их все устраивает. Это интересно. Вот просто это говорит о том, что тем, кто изучает Россию и думает, что вот, там при каких-то обстоятельствах может подняться буча, что народ восстанет, они скажут, сколько можно, мы не хотим. Или в принципе что-то скажут. Вот мы видим, что если будет гореть соседний дом, то эта женщина скажет, вы знаете, я не хочу на этом зацикливаться, не хочу впускать себя в войну. То есть они будут всячески делать монтаж у себя в голове. Ну, такое явление не новости. Тут я не вижу чего-то особенного. Ну, вы видите, они же, как это, войну в себя не впускают, но говорят о ней. И это самое главное. И до полномасштабного вторжения, кажется, с Шебекина все было более-менее нормально. А вот теперь вот такие вот дела. Такие дела. Благодаря ПВО. Я даже не знаю, как они с НАТО собрались воевать. с самолетами и, соответственно, с тамагавками. Будет капец, Мишки. Знаешь, я сейчас пишу статью для Радио Свободы, для Андрюши Шарова. И там я задаюсь таким вопросом. Вот как они воспринимают эту войну? И, кстати, вот этот ролик, он очень показательный. Они как бы, вот как ты верно сказал, то войну в себя не пускают. И она как бы помимо их. Вот она говорит, хорошо, что Белгород там не разрушили, как разрушили Шебекина. Да блин, Шебекина разрушили. Война с Украиной, украинцы, не знаю, там марсиане или кто, разрушили Шебекина. А знаешь, там взрывы, и они смотрят на эти взрывы и идут дальше. Вот понимаешь, там взорвалось, Матвей Юрьевич, это сторона равнодушных. Девочка, извини, еще одна фраза. Она говорит, родители говорят, ну давай уедем. А я говорю, нет, я тут останусь. А тут ты фотографии Бучи видела, а если с твоим городом будет такое, как с Бучей, ты тоже там останешься? Вот понимаешь, понимаешь, какое-то удиви. Я первый раз такое встречаю, когда вроде война, вроде, ну вроде и не война, для Ютуба. Матвей Юрьевич, ну эту барышню, молодую, красивую женщину, ей повезло, у них не будет как в Буче, ее никто не будет насиловать, украинский солдат не будет насиловать российскую женщину, потому что у нас в армии так нельзя. У нас есть закон в таких ситуациях. А в целом, в целом, вот страна равнодушных, на этом все, кстати, и держится, что там, если вот кто-то там как-то пытается сегментировать российскую, вот эту вот людскую массу, то там 20% 100% нацистов, 20%, может быть, немножко меньше, соответственно, с антивоенными взглядами, которые молчат, а 60% равнодушными, главное, их не трогайте, если вы заберете мальчика с соседнего подъезда и привезут его в мешке черном, то это не страшно, потому что мы же равнодушные, но вообще все равно, что там. Ну, тем не менее, Владимир Владимирович, его окружение пытается решать какие-то вопросы, в частности, демографические. И, конечно, довольно оригинальные идеи, судя по твоему смеху, ты знаешь, но тут в данном случае я имею в виду не Милонова с его предложениями осеменять женщин, которые не родили до 24 лет. И второе, вот я сейчас посмотрел, законопроект о банке спермы, в котором говорится, что каждый мужчина обязан с 18 лет сдавать один раз в год свой биоматериал для бездетных семей. Ну, ладно, Милонов и так далее. Но тут другое. Путину предложили заселить Россию беженцами из Африки на фоне с невероятной... Да-да-да-да. Ты, оказывается, видишь, столько лет жил, как это украинская поговорка, наука на и деду-бука. Как это, знаешь, седину нажил, но ум не нажил. Да, тебя еще что-то в этой жизни удивляет. Сейчас тебя будем удивлять. Значит, на фоне катастрофы с рождаемостью, действительно, с 99-го года еще ниже, вот рекорд отрицательный. На излюбленной Владимиром Путиным дискуссионной площадке Валдайский клуб, ведущий научный сотрудник, Ведущий научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Политаев предложил адаптировать законодательство к массовому приему беженцев из Африки. У нас сейчас очень мало россиян африканского происхождения. Африканская диаспора в России составляет лишь порядка 40 тысяч человек. Мы можем прогнозировать, что количество африканских мигрантов будет увеличиваться. По его словам, России надо сформировать стратегию на южном направлении и предложить убежище африканским мигрантам. Предложение эксперта прозвучало на фоне вот этой катастрофы с рождаемостью. Падение рождаемости. Новый рекорд с 1999 года. Ну вот, такое предложение. Что скажешь? Вы знаете, когда будут подводить итоги правления Владимира Путина, почему его в конечном итоге проклянут? Потому что он ради русского мира фактически уничтожает носителей этого русского мира. Ну то есть в его концепте жители Мариуполя это русский мир и десятки тысяч погибших и соответственно десятки, я не знаю, может быть, больше нерожденных людей, детей, членов общества и так далее, и так далее. И эта война, это в плане демографии, это же катастрофа для всех. И для нас, как для страны, и для них. и если так будет продолжаться, то тенденций замещения населения достаточно много. И у нас, кстати, тоже тут с этим проблемы. Так, давайте скажем прямо, потому что мужчины, они, ну, во-первых, мы классные, а во-вторых, без нас тоже дети не рождаются. И когда мужчины погибают массово на войне, соответственно, мы имеем такие последствия. Тут вот эта вот история осеменять женщин, там, сперму замораживать, все это классно, тут самое главное это причина. Ему нужны солдаты. Они бы, знаете, лучше бы их в пробирках выращивали, чтобы сразу 18-летний минимум мозгов автомат и вперед. Вот это была бы просто идеальная картина. Ну, а в целом, там же вот эта история, там, они же искусственно начали разгонять тему, что мигранты восстали, там еще немного будут вот эти таджикские погромы, узбекские погромы, будут убивать этих людей на улицах за цвет кожи, потому что они там как-то себя не так ведут. И вот эта, ну, история, она реально накаляется. Если туда, в это фашистское, ксенофобское российское общество добавит еще ребят из Африки, то есть темненьких. Да, вот эти фразы понаехали тут, они будут звучать, да. Я думаю, что, понимаете, это не США, и это не Франция. Вообще, в любом государстве могут быть какие-то там нюансы в этом плане, но Россия это 100% российское государство. И вот эти вот там кто там, грызуны, хорошее, мой дорогой, извини, я смотрю на часы, я хочу тебе еще показать маленький опрос, но очень важный, это наш опрос. Мы спросили украинцев, что они думают о таком предложении решения демографического вопроса в Российской Федерации, вот приезд афроамериканцев, вернее, не афроамериканцев, это я неправильно говорю, это не афроамериканцев, прием беженцев из Африки, африканцев, да, вот послушай, что они сказали. В России слишком мало афро-россиян, об этом заявили на дискуссионной площадке Валдайский клуб, там предложили сформировать стратегию по привлечению в Россию мигрантов из Африки. Мы спросили украинцев, в чем может состоять смысл такой инициативы. Наверное, здесь несколько причин, и дефицит рождаемости, а сколько гибнет их военных и наемники им нужны из Африки. Наверное, так. Мне кажется, что они Франции завидуют, там много африканцев, и они приглашают теперь к себе, чтобы как-то сравняться с Европой. Я думаю, что они будут использовать их как рабочую силу, нет, серьезно, и отправят их на войну, так оно и есть, а как иначе? Не знаю, возможно, это дефицит рождаемости, у них такая сложилась ситуация, не могу сказать сходу, не думаю, что у них будет все как раньше, но то, что на фронт отправят, это точно. Если дадут им какое-то гражданство, то они первые, кто поедет на фронт. У них мало того, что дефицит рабочей силы, так еще и дефицит мозгов, и папуасов пусть прихватят, и африканцев. Мы можем спекулировать спекулировать на тему, почему это может быть им необходимо. Я не думаю, что в России дефицит живой силы, потому мне кажется, что это просто политический жест. Насчет того, увидим ли мы их на фронте, ну я бы ничему не удивился. Но нет никаких идей, потому что все это воспринимается как какой-то большой плохой перформанс. Потому я думаю, что мы будем наблюдать его следующий акт. Наверное, темнокожий человек для них это раб. Я думаю, они хотят отправить африканских мужчин воевать. Да, они просто ненормальные, и все. Заселение территорий, у них очень большая территория, и мало людей, плюс дешевая рабочая сила. Я так это вижу. Ну вот, Ира Абдульна, пока шел сюжет, она напомнила, что, я просто не знал этого, что Талибан, представители Талибана просят Россию о безвизовом въезде. Вот такие, какие-то вещи, облегчения и так далее. Еще и будут Талибы. Ну, к тому же. Ну вот, пожалуйста, скажи несколько слов и будем прощаться. Поразило меня, что опрос в центре Киева все ответы на украинском языке. Раньше, то есть люди спокойно, эти же все люди, они все знают русский. Все отвечали на украинском и вы использовали переводчика. Ну, нацисты запретили пользоваться русским языком. мы такие. Я же, как гражданин Украины, знаю, что тут за русский язык сразу на березу. Нет мозгов. Понимаете, вот как было сказано, у них дефицит мозгов. И это, наверное, самое главное. Там, знаете, они хотят, то есть, Путин, Кремль, даже у них вот красная линия проходит, что надо отправить миллион китайцев воевать с украинцами, северных корейцев, надо украинских беженцев в первую очередь, таджиков, которые получили, узбеков, которые получили только что паспорта на России, всех на войну. Вот это вот интересный момент, что вот на практике получилось, что русский мир это исключительно смерть. И на этой волшебной ноте Роман Самбалюк исчезает из нашего эфира. Спасибо тебе, Роман. Спасибо. Пожалуйста, присоединяйся, с радостью буду тебя приглашать. Редактор субтитров А.Семкин